Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Колоссянам Святаго Апостола Павла. Сегодня мы будем читать и просматривать третью главу этого послания. Третья глава начинается словами. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горднего, то есть Небесного, где Христос сидит, а Десную Бога. О чем здесь говорится? Воскресая со Христом, христиане умирают для земных плотских помышлений, они устремляют свои помыслы к тому, вместе с кем они переживают воскресение. Вместе со Христом мы умираем для греха, потому что Он взял на себя грехи всего мира и переживаем воскресение для новой жизни в Боге и с Богом. «Христос сидит, а Десную Бога», прочитали мы, где Христос сидит, а Десную Бога. Это один из ключевых и основополагающих моментов Нового Завета. Вот эта мысль, она встречается достаточно часто на страницах Нового Завета около десяти раз. Почему для христиан это было очень важно подчеркивать, что мы верим в Того, Кто сидит, А Десной Бога Отца? В иудейском понимании того времени Бог – это судья, а тот, кто сидит справа от судьи, это тот, который защищает людей на судебном процессе. А тот, кто слева, в иудейском понимании – это дьявол, сатана, сатан, как это произносится по-еврейски, который клевещет и обвиняет народ Божий. И мысль о том, что Христос восседает в Десную Бога Отца, она играла огромную роль для христиан, потому что Он восседает в человеческом теле, будучи и истинным Богом, и истинным человеком, в полном смысле этого слова. Блаженный Августин пишет, «В воскресенье же телесное Господа содействует таинству нового внутреннего воскресения, что обнаруживается, когда после своего воскресения Он говорит жене, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему». Этой тайны касается апостол, когда говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одеснуя Бога о горнем, то есть небесном, помышляйте». И второй стих, он так и звучит, «О горнем помышляйте, а не о земном». Казалось бы, это сделать достаточно сложно, потому что у нас есть какие-то обязательства, связанные с нашим земным существованием, у нас есть личные проблемы, которые связаны с жизнью здесь на земле, и не все это относится к горнему, к небесному, но в то же время Писание со всей категоричностью здесь говорит нам, «О горнем помышляйте, а не о земном». Третья глава послания Колоссянам, второй стих. «Блаженный Августин пытается объяснить, о высшем помышляйте. Нам предписывается помышлять о том, что является высшим, а именно духовным. Не должно считать это высшим в отношении частей и мест этого мира, то есть не пространственно, но высшим сообразно своему превосходству, чтобы Святой Дух, посредством которого мы должны отрешаться от мира, не приковывать нам к некой части этого мира». Действительно, мы не можем сказать, что действие Духа Святаго только в этом месте, только в этом месте, потому что сам Христос говорит о Духе Святом, что Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Поэтому приковать Духа Святаго, например, только к своей конфессии, достаточно сложно, потому что действием призывающей благодати Дух Святой касается всех конфессий, всех религиозных направлений, в том числе и нехристианских, всех людей, в том числе и неверующих, и даже воинствующих безбожников, атеистов и сатанистов. И Августин настаивает на том, что когда говорится о горне, не надо иметь в виду что-то пространственное, потому что то, что для нас наверху, для людей, которые живут на другой стороне земного шара, это то, что у них под ногами. Далее апостол Павел пишет, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То есть мы умерли для греха, и мы должны носить мертвость Иисуса Христа в себе. Павел пишет об этой мертвости, «Имея в виду мертвость Христа для греха. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Так как Церковь есть тело Христа, а Он – голова, точнее, голова этого тела, то мы действительно сокрыты со Христом в Боге. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Здесь апостол Павел говорит, что Христос есть жизнь наша. Как о Боге сказано, что мы им живем, движемся и существуем, так и о втором лице Святой Троицы говорится, что Он – жизнь наша. Потому что Он непрерывно собеседует с нами по воле Отца действия Духа Святаго. Итак, «Умертвите земные члены ваши». Ну, речь идет не о членах нашего тела, иначе бы вина падала на Создателя тела. Речь идет не об этом, а о чем идет речь. «Умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Блуд – это любые сексуальные деяния, которые совершаются вне брака. Они запрещены, так как человек должен приуготовлять себя к браку, оберегая целомудрие свое собственное и той девицы или женщины, которую он полюбил. «Нечистота». Что такое нечистота? Что такое нечистота? Нечистота – это всякое осквернение, которое может иметь место в нашей жизни. Всего этого надо избегать. Если осквернение в виде менструации или полюции происходит, то надо очищать себя, читать соответствующие правила, святителя Василия Великого от осквернения. Чаще такое осквернение происходит во сне, но любое такое осквернение есть нечистота. Почему? Казалось бы, если это действует только тело, как это может соотноситься с душой? Это действие не только тела, но и души. Ночью мы переживаем чувства, которые сформировались в нас в течение дня. Поэтому, если что-то происходит, типа осквернения, то мы должны, конечно, в этом каяться, исповедоваться, потому что мы не контролировали свои какие-то мысли, движения чувств в течение дня, и это отразилось на том, что мы переживали ночью, и в результате этого происходит осквернение. Страсть. Страсть – это привязанность к какому-то типу блуда или нечистоты. Страсть – это болезнь. Это не просто искушение. Об искушениях сказано, что им надлежит быть. И если бы не было искушений, учат отцы, никто бы не спасся, потому что через искушение нам показывается то, на что мы должны обратить особое внимание в борьбе с собственными страстями, собственной нечистотой и грехами. Итак, нам надо умереть для блуда, нечистоты, страсти и преодолеть злую похоть и любостяжание, которое есть и до служения. А чем злая похоть может отличаться от страсти? Это когда страсть превращается в некую маниакальную, навязчивую такую идею в жизни человека, и он отождествляет себя, свою жизнь, собственное видение счастья как раз с этой злой похотью. и вне ее он как бы ничего такого не видит. Но надо умертвить и любостяжание, которое есть и долуслужение. А почему любостяжание, любовь к приобретению, к собственности, к накопительству, это связано с долуслужением? Давайте вспомним, как в книге Исход рассказывается о том, как еврейский народ не преодолели любостяжание, и в конце концов в пустыне они сделали золотого тельца и поклонялись ему как тому богу, который вывел их из Египта. А про Моисея, который в это время был на Божьей горе, они сказали, с этим человеком что-то случилось. Таким образом, вот форма и долуслужение как проявление культа золотого тельца это самая серьезная форма и долуслужения для нашего времени. Если наша страна и некоторые другие страны восточного блока они провалились в атеизм и безбожие когда была политика гос атеизма то Запад провалился в культ золотого тельца. Вот эта идеология что все конкурируют против всех и все стремятся к обогащению. И действительно если посмотреть как живут люди на Западе конечно я имею ввиду не всех там есть очень праведные христиане но иногда бывает так что внук приходит в гости к бабушке и дедушке находится у них какое-то время а потом они отправляют его родителям счет за то время которое внук провел у них что он там съел что он выпил сколько электроэнергии затратил сколько воды затратил и так далее и так далее вот такое меркантильное отношение даже к близким родным домашним это все обнаруживает что с этими людьми что-то не так и далее говорится за которые то есть вот за эти вещи блуд нечистота страсть злая похоть любостяжание идолслужение за которые вот за эти преступления гнев божий грядет на сынов противления в которых и вы некогда обращались когда жили между ними то есть каждый из нас в той или иной степени он обращался среди этих пороков общаясь с людьми которые ничего не предпринимали для того чтобы избавиться от них напротив поглощенные таким эротическим гедонизмом они наслаждались наличием этих порочных чувств которые как бы стимулировали само их существование но у нас все должно быть наоборот блаженный августин пишет желание тогда не будет чувствовать в чем-либо недостатка когда будет бог все во всем тут отсылка первое послание коринфянам 15-28 такой конец не имеет конца никто не умирает там куда никто не приходит не умерев для мира сего то есть чтобы прийти в рай сладости надо умереть для этого падшего мира в том трагическом состоянии в котором он находится и поэтому августин так и пишет никто не умирает там то есть в раю куда никто не приходит не умерев для мира сего не той смертью которая отделяет душу от тела которые умирают все то есть и праведные и неправедные но смертью избранных когда сердце когда сердце хотя все еще пребывая в смертной плоти переносится в горнее то есть хотя мы живем в плоти она может доминировать над миром наших чувств но мы контролируем себя и понимаем что все вот это вещественное оно как сказано в Библии истлевает от употребления и если мы ищем себе подлинного счастья то мы должны конечно обезопасить себя и очень важно когда еще живя в плоти наше сердце успокоенное во Христе очищенное от страстей переносит нас в горнее в небесное блаженый Августин продолжает об этой смерти говорил апостол ибо вы умерли то есть умерли для греха и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге и возможно поэтому сказано сильна как смерть любовь тут отсылка к песней 8 глава 6 стих вот эта любовь к Богу которая обнаруживается в нашем сердце она сильна как смерть в том смысле что она умершляет все недостойное все греховное в нашей жизни и возможно поэтому так и сказано Августин продолжает ведь благодаря этой любви настоящей любви к Богу и к ближнему происходит так что находясь все еще в тленном теле мы умираем для века сего и жизнь наша сокрывается то есть как бы запечатывается со Христом в Боге но вернее сама эта любовь есть наша смерть для века и жизнь с Богом когда человек возлюбил Бога Христа он возлюбил праведность и жизнь в церкви и вот эта любовь умешивает в нем все порочное что раньше было но действием Божьей благодати все это как бы испепеляется Павел продолжает а теперь вы отложите все гнев ярость злобу злоречия сквернословия уст ваших и не говорите лжи друг другу совлекшись ветхого человека с делами его гнев почему гнев представляет опасность в Библии сказано проклят гнев ибо он жесток ибо он жесток он приводит нас к таким поступкам которые мы не совершили бы в другой ситуации поэтому надо контролировать движение чувств особенно когда кто-то склонен к гневливости а теперь вы отложите все гнев ярость о ярости в Библии Библии сказано проклят гнев ибо жесток и ярость их тоже проклята ибо свирепа а что значит ярость свирепа ярость как бы обнаруживает в человеке некое животное начало которое человеку скорее всего не свойственно если это проявляется в жизни человека то это означает что он как бы скатывается на такой животный уровень бытия как я часто объясняю в понимании отцов церкви человек это среднее существо между ангелом и зверем и в зависимости от того какие чувства и переживания наполняют нашу душу наше сердце мы уподобляемся или ангелом или диким зверям а теперь вы отложите все гнев ярость злобу чем злоба отличается от гнева и ярости злоба это прежде всего когда человек не умеет прощать когда он затаив на кого-то на кого-то злобу он и вынашивает свое сердце поэтому злоба это как бы гадюка которая свила гнездо в сердце человека и только ждет когда сможет выпустить свое жало злоречия злоречия это злые речи злые слова которые проистекают от затаенной злобы сквернословия уст ваших также у апостола Павла говорится да никакое гнилое слово нисходит с уст ваших гнилые слова и сквернословия это одно и то же это матерные ругательные слова но не всегда иногда человек может сказать казалось бы обычные слова но он их говорит желанием причинить боль другому человеку и они оказываются хуже чем какие-то матерные слова потому что имеют целью жестоко обидеть человека поэтому мы должны избегать злоречия злых разговоров о другом человеке в его отсутствии а если он присутствует есть евангельское правило как разговаривать с человеком на которого мы что-то имеем сначала один на один потом двое трое потом перед церковью и 9 стих павел пишет не говорите лжи друг другу совлекшись ветхого человека с делами его получается что здесь начало 8 стиха говорится отложите а ближе к концу 9 стиха совлекшись что же мы должны отложить и что мы должны совлечь из жизни ветхого человека вот то о чем мы читали гнев ярость злобу злоречия сквернословия ложь и когда вот от этого всего мы избавляемся это означает что мы отложили все это и совлекли ветхого человека с делами его получается что существует как бы два человека один человек который обитает в нашей душе это склонное к покаянию к мольбе существо которое ищет общение с Богом но есть другой человек который очень агрессивен очень жесток это тот же человек но в его падшем состоянии поэтому очень важно отложить все это и совлечь это все себя блаженный феофилакт пишет не говорите лжи друг другу вы облеклись во Христа сказавшего я и есть истина как же теперь облачать вам себя другой формой одежды формой лжи тогда явно будет что вы скидываете ту форму то есть вот эти крещальные белоснежные ризы как бы форменную одежду которая характеризует вас чертой истины то есть человек может на самом деле оставить и совлечь себя праведность то что нам даруется через таинство церкви прежде всего через крещение покаяние и с чем он тогда останется блаженный феофилакт продолжает свое рассуждение совлекшись ветхого человека с делами его чтобы показать что свобода в человеке важнее сущности сущность это вот плотяность называемся скорее всего по ней а не по сущности ибо писание называет лошадьми собаками и лисицами тех которые по своей воле уподобились этого рода животным имеется ввиду что в писании вот такие зооморфизмы используются по отношению к людям когда люди называются похотливыми конями агрессивными собаками лисицами помните Христос говорил об ироде скажите этой лисице но это происходит потому что эти люди сами по своей воле уподобились такого рода животным может быть они сами этого до конца не понимают и в гиену или царствие божие вводит нас свобода а не сущность то есть человек может попасть в гиену или в царствие божие это не зависит от сущности самой потому что если ты грешен ты можешь преодолеть грех это зависит от свободного воли изъявления потому что если бы мы в чем-то обвинили тело собственную нервную систему и так далее то вина бы падала на создателя и так ветхим человеком называет развращенное произволение вот что такое по-настоящему ветхий человек потому что сущностная природа она не меняется как бог сотворил все и сказал что все весьма хорошо по яну да москину даже падшие ангелы по своей сущностной природе они остаются добрыми но исказилось их произволение мысль его то есть такого человека состоит из лжи сердце из ярости уста из лжи и злословия глаза и прикрытые члены из блуда печень из худого пожелания руки из любостяжания конец цитаты и далее мы читаем 10-11 стих и облегшись в нового то есть в нового человека который обновляется в познании по образу создавшего его где нет ни елена ни иудея ни обрезания ни не обрезания варвара скифа раба свободного но все и во всем Христос действительно когда мы облекаемся в нового человека здесь уже ничто нам не мешает человек может быть любой национальности любого возраста любого пола любого социального положения и даже любого состояния здоровья и экзегеты пишут это второе действие неразлучно с первым одно отбрасывается то есть ветхий человек то есть вот это неправильное свободное произволение другое другое действие приемлется то есть нам надо облечься в нового человека отбрасывается самоугодливая самость со всеми страстями из них разродившимися а приемлется а приемлется решимость жить самоотверженно для одного угождения Богу это решимость обнимающая все существо приступившего Господу с верой и крестившегося и есть новый человек то есть нам необходимо чтобы совлечься вот этой падшей природы и облечься в нового человека проявить решимость решимость без которой мы едва ли чего-то добьемся конечно и в этом случае нам не хватит собственных сил но действием благодати мы действительно можем существенно измениться и далее апостол пишет итак облекитесь как избранные Божие святые и возлюбленные в милосердие благость смиренно мудрее кротость долготерпение что такое милосердие это когда мы с милостью относимся каждому человеку а в милости нуждается кто тот кто виновен и даже заслужил наказание если бы он не заслужил наказание то действия по отношению к нему это прощение прощают того кто виновен а милуют того кто не просто виновен но и заслужил наказание то есть мы не должны быть жестокими по отношению к людям которые в чем-то нас обидели благость благость возникает от духовного рвения от постоянства в духовной жизни если человек молится утром вечером читает священное писание то он естественно проявляет эту благость смиренно мудрее чем смиренно мудрее отличается от мудрости или просто от смирения смиренно мудрее это смирение с рассуждением потому что как пишет блаженный феофилакт кроткий который совершенно не гневается это только душевно больные такие а нормальный человек знает когда гневаться а когда сдерживать гнев поэтому смиренно мудрее это осознание когда можно проявить смирение а когда нет иногда надо проявить и гнев правда солнце не должно зайти во гневе нашем то есть до конца дня надо как-то успокоиться и Христос проявлял гнев как форму ревности о доме Божьем когда изгонял из храма всех торгующих и покупающих кротость кротость это когда человек является человеком для других людей и собственно интересы не ставят выше интересов других людей долготерпение это то без чего спасти практически невозможно ибо сказано что претерпевшие до конца спасутся а если человек не имеет долготерпения ну какое-то время он может терпеть потом он срывается ничего хорошего здесь не будет снисходя 13 стих друг другу и прощая взаимно если кто на кого имеет жалобу как Христос простил вас так и вы действительно Христос простил нас всецело помните притчу о должниках одному простили огромную сумму он вышел из дворца и напал на человека который должен был ему какую-то незначительную сумму и когда царь простивший его узнал об этом он его жестоко наказал блаженный Феофилакт объясняет снисходя друг другу и прощая взаимно если кто на кого имеет жалобу Феофилакт объясняет эти слова снисходя то же что носящее то есть надо переносить вот такие дурные чувства как сказано носите бремена друг друга так и исполните закон Христов снисходя то же что носящее друг друга ты его а он тебя ты будешь снисходить к его немощам и переносить их на себе а он неизбежно будет снисходить к твоим немощам и переносить их Феофилакт продолжает не судите со строгостью о недостатках и падениях друг друга но считая их милостями пропускайте без внимания а как можно падение считать милостями а Бог иногда пропускает нам падать это как акт божественного милосердия чтобы мы проявили смирение и когда мы смотрим комментарии отцов церкви на Евангелие от Иоанна то отцы говорили так если бы апостол Петр не пережил бы трекратного отречения он не смог бы быть служителем церкви потому что он был бы чист как ангел а ангелы жестоки в своем прямодушии а человек который сам пережил падение трижды причем и пережил Божье прощение он более снисходительно без всякой жестокости будет относиться к другим и Феофилак также комментирует слова как Христос простил вас так и вы он пишет Павел как всегда увещевает их примером Христа выше он показал что нужно считать взаимные недостатки ничтожными назвав их жалобой но когда привел в пример Христа убеждает все прощать одинаково даже и важные прегрешения хотя бы мы были благодетелями оскорбляющих нас хотя бы мы были люди великие а они незначительные и не это только но и умереть и после смерти благодетельствовать подобно тому как и Христос благодетельствует нам после смерти союз как требует именно такого понимания то есть союз любви настоящий он не бывает без прощения с одной и с другой стороны но даже если мы этого не видим не чувствуем и эти люди остаются нашими обидчиками со своей стороны мы должны проявлять некое терпение 14 стих более же всего облекитесь в любовь которой есть совокупность совершенства вот 3 глава послания колоссянам 14 стих он дает библейское определение слову любовь потому что слово любовь в человеческом понимании как люди себе это представляют любовь это страсть страсть причем которая кончается иногда жестокой ревностью и смертоубийством преступлениями и клеветою и так далее а в библейском понимании любовь это совокупность совершенств то есть одинаковые отношения одинаково хорошее отношение бесстрастное ко всем сибирян говальский святитель пишет ничто из должного не свершается если этому не предшествует любовь что значит ничто из должного не совершается то что по воле бога должно произойти потому что мы должники бога он нам все дал мы должны что-то делать но если мы понуждаем себя в должном и делаем только из страха божия не проявляя любовь то бог этого не принимает потому что господь хочет нашей любви конечно иногда допустимо кому-то и страхом спасаться но это чувство оно не должно быть долговечным потому что сказано в любви нет страха и сибирян продолжает писать именно тогда мы воздерживаемся от того чтобы причинять зло друг другу то есть когда мы все делаем с любовью и заботимся о том чтобы творить добро когда любим друг друга конец цитаты ну и как блаженный Августин писал люби и делай все что хочешь потому что любовь она не причиняет никому зла подлинная любовь не та страсть которая завладевает многими людьми потому что если 10 разных людей на улице остановить спросить что такое любовь мы получим разные ответы включая самые экзотические 15 стих и довладычествует в сердцах ваших мир Божий которому вы призваны в одном теле то есть в церкви и будьте дружелюбны то есть христиане должны быть дружелюбны по отношению друг к другу и совершенно недопустимо когда христианин начинает плохо относиться к другому христианину что-то злоумышлять против него если Христос повелел нам любить даже врагов молиться за обижающих благословлять проклинающих то тем более мы должны очень хорошо относиться ко всем другим верующим 16 стих Слово Христово довселяется в вас обильно со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу то есть мы должны совершенствоваться постижение Слова Божия иногда даже понуждая себя может быть и вразумлять друг друга псалмами оказывается если вот какая-то усталость нападает на человека который изучает закон Божий пусть поет псалмы словословие исполняет духовные песнопения во благодати воспевая в сердцах Господа вот к этому надо стремиться к такому радостному состоянию я бы даже сказал веселому состоянию вы спросите а почему ответ очевиден ответ очевиден в законе Божьем сказано если вы служите Богу без радости и веселья то Господь не принимает вашего служения это сказано в законе Божьем в книге второзакония что такое радость это когда мы не так как вот сказано не вольник не богомольник а когда мы с радостью приступаем к молитве с радостью идем в храм с радостью берем в руки слово Божье начинаем читать причем закон Божий настаивает что мы должны это делать с радостью и весельем а чем веселье отличается от радости веселье имеет даже внешнее выражение вот этой скрытой радости когда человек может от радости я не знаю там в ладоши хлопать там произносить какие-то восклицания типа Аллилуйя слава Богу ничего предосудительного в этом нет и 17 стих 3 главы послания Колоссянам я очень часто его цитирую и все что вы делаете словом или делом все делайте во имя Господа Иисуса Христа благодаря через него Бога и Отца это очень важный текст где говорится что все что мы не делаем словом или делом мы должны делать во имя Господа Иисуса Христа а если я что-то не могу сделать во имя Господа Иисуса Христа может быть какие-то слова я не смогу произнести во имя Господа Иисуса Христа значит этого и не надо делать и произносить таких ужасных слов не надо вот такой внутренний индикатор для христианина если я могу совершить это действие во имя Иисуса Христа я его совершаю если я могу сказать это слово другому человеку во имя Христа я это делаю если нет я это не делаю нельзя избивать человека во имя Господа Иисуса Христа нельзя позорить человека во имя Господа Иисуса Христа и так далее далее 18 по 25 стих говорится о взаимоотношениях между людьми в доме жены повинуйтесь мужьям своим как прилично в Господе это наставление женам почему сначала женам а потому что праматерь наша первая согрешила потом ввела в преступление нашего праотца Адама теперь для мужей мужья любите своих жен и не будьте к ним суровы теперь наставление к детям дети будьте послушны родителям вашим во всем ибо это благоугодно Господу теперь наставление отцам по отношению к детям отцы не раздражайте детей ваших дабы они не унывали не унывали мне один отец рассказывал что у него верующий сынишка которому было 13 лет и там отец проявил какую-то жестокость по отношению к сыну и это настолько ошарашило мальчика что он показал рукой на иконы на книги и спросил отца а тогда зачем все это то есть если ты можешь так со мной поступить так меня обидеть а зачем тогда все это и отцу стало так страшно поэтому закон Божий регулирует взаимоотношения между всеми и очень важно чтобы мы не раздражали наших детей дабы они не унывали уныние кстати это беда рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти не в глазах только служа им как человеку угодники но в простоте сердца боясь Бога и все что делаете делайте от души как для Господа а не для человеков о чем тут любое наше действие по отношению к человеку любому мы должны делать так как будто мы делаем для самого Господа и кстати мы можем не ошибиться потому что мы можем накормить человека а это Христос мы можем напоить человека а это Христос мы можем посетить заключенного заключенного и это Христос как и будет сказано на страшном суде если это сделали для одного из малых сих это слава Христа то сделали для меня а кто неправо поступит тот получит по своей неправде у него нет то есть у Господа нету лицеприятия итак братья и сестры сегодня мы прочитали и рассмотрели третью главу послания к колоссянам первоверховного апостола Павла это предпоследняя глава если будем живы Господь позволит то следующий раз мы будем читать уже последнюю четвертую главу этого послания берегите себя подписывайтесь на библейский портал экзегет чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и молитесь за то служение слова которое мы совершаем на этом библейском портале